Здравствуйте, мои любимые мальчики и девочки, папы и мамы, бабушки и дедушки! Сегодня мы будем слушать сказку «Мальчик с горящей веточкой». А сейчас стишки. Божья коровка Божья коровка, откуда спешишь? Зачем? Отчего вся дрожишь и дрожишь? Ах, там за деревней, где ветер так звонок, меня напугал озорник-жеребенок. Он полем по травам скакал высоко, он ржал надо мной. Иго-го, иго-го! А рядом с околицей хрюшка-толстушка парила в лужице сытая брюшка, парила мирно, да встала и вдруг пустилась броница. Все хрюки да хрюк, а тут еще хмурый бычок объявился. Лобаста-бодаста ко мне наклонился и вывел такое ужасное. Му-у-у! Что как я спаслась, и сама не пойму. Теперь вот присяду к тебе на ладошку, чуть-чуть приопомнюсь и снова в дорожку. Но только туда, где лишь тучки плывут, где лишь мои милые детки живут. Трифон Трифонович Заянька-малышка, к нам, к нам, к нам! Заянька-глупышка, к нам, к нам, к нам! Я во мне малышка, я во мне глупышка, я заяц умный, важный, Трифон Трифонович! А сейчас сказка «Мальчик с горящей веточкой». В давние времена, в старопрежние годы, стоял на краю овсяной нивки у самого леса хуторок. Жила в хуторке семья, отец, мать, да их дети, девочка и мальчик. Девочка была постарше, мальчик помладше. Меж собою они дружили, родителей своих любили, и все в семье на хуторке шло хорошо. Хорошо-то хорошо, да вот, в загнетке печной, где с вечера до утра горячие угольки про запас хранились, вдруг весь добрый огненный жар неведомо с чего потух. Ну, а если потух, то нечем разжечь вновь печку, не на чем сварить овсяную кашу, нечего затеплить в потьмах световую лучинку. Заохала мать, затужил отец, потом говорит он девочке, надо что-то делать, надо как-то побыстрей из беды выбираться. Мы с матерью на скорые дела уже староваты, а ты у нас и на ноги легка, и умом шустра. Живет за ельником, за чапыжником леший кам. У кама большая печь, в печи негасимый огонь. Вот и сбегай, ухитрись добыть из той печи хотя бы одну с огоньком головешечку. Девочка беду домашнюю понимает, на просьбу отца согласно кивает, да все же в глазах испуг. Ох, кам-то злой, кам-то дикий, он меня съест. Но отец уговаривает, А ты, дочка, возьми с собою белую скатерть, да частую щетку. Они нам от нашей умницы-разумницы, от прадедовой прабабушки достались. Они тебя выручат в любой час. Кинется к тебе кам, швырни ему щетку прямо под ноги. Станет гнаться за тобою кам, брось на его пути эту скатерть. И велит отец матери вынуть из сундука щетку да скатерть. И девочка начинает одеваться, обуваться, в дорогу собираться. Но руки-ноги у нее все равно дрожат. И вот тут спрыгнул с палацев мальчик. — Зачем, — говорит, — вы ее, мою единственную сестреночку, нашу милую девчоночку, посылаете на такое опасное дело? А я-то у вас для чего? Я ведь какой-никакой, а все ж парень. Сказал он так, схватил щетку, сунул в карман, схватил скатерть, сунул за пазуху, распахнул Насте ж дверь, да и помчался прямо босиком в ту сторону, где живет леший кам. Бежит мальчик, перед ним в траве у тропинки старый глиняный горшок. Из горшка раздается громкий недобрый голос. — Стой! Ты куда? — Каму за огнем, — отвечает мальчик. — Кам тебя схватит, кам тебя проглотит. Пусть попробует подавиться, машет рукой мальчик и мчится дальше. Бежит, бежит на тропе стеклянные зеленые две бусины. Они сверкают, переливаются, будто даже смотрят и говорят вслух. — Стой! Стой! Ты куда? — За огнем к Каму. Он тебя проглотит. Пускай попробует, — отвечает на прежний лад мальчик и спешит все вперед, да вперед. На пути его еще и грабли большие, загребастые оказались, и плетеная пузатая корзина, и широкая деревянная корыта. И все-все они мальчика стращают, все в один голос Каму идти не вилят. Да мальчик не слушает их, не боится ни капли. Не испугался он и тяжелого топота, когда из чищобы на тропу сами собой выскочили два еловых шеста, две длинные ходули. Выскочили, по тропе бухают, сырой песок на тропе давят, деревянными пятками скрипят. — Вернись, вернись, Кам тебя схрупает вместе с косточками. Но проскочил мальчик-межходуль, а дальше уж не было никаких встречных, никаких поперечных. Дальше тропата вывела на буреломную поляну, а посреди поляны каменная печь. Возле нее сидит на корточках Кам. Он сует в огонь целые деревья, пучит свои зеленые круглые глаза, раздувает негасимое пламя во всю силу своих толстых щек. Дул он, дул, обернулся, увидел мальчика, сразу спрашивает, «Ты как сюда попал? А разве горшок тебе не встретился?» Было дело, встречался. А стеклянные бусины, а грабли, а корзина, корыто и ходули, тебе они тоже повстречались? — Повстречались. Даже хотели напугать меня. — И ты их не испугался? — Нет, не испугался. — Ну, тогда мигом отвечай. Что ж они такое на самом деле? В чем их секрет? Если ответишь, оставлю в живе, а если не ответишь, корочун тебе конец. И показал Кам острые желтые зубы. И сделалось мальчику по-настоящему страшно. Он закрыл рукавом лицо, он задрожал, да тут вспомнил, зачем сюда примчался из дома. Вспомнил, стал Кама разглядывать потихоньку, и вот сообразил. — Знаю, — кричит, — знаю, зеленые стеклянные бусины это, Кам, твои глазищи. Горшок — голова, грабли — руки, корзина — брюхо, а корыто — спина. Ну, а ходули, они ходули и есть, потому что Кам — это твои длинные-предлинные ноги. Эх, удивился с досадою Кам, выходит, ты все-таки смекалистый. Тогда вот тебе приказ. Становись у печи, раздувай огонь, а я пойду, накорчую новых сухих лисин да коряк. Огонь у меня, хотя и негасимый, но при хороших дровах и при хорошем дутье он разгорится еще ярче. А если ярче, то на него, глядишь, опять кто-нибудь, да и заявится. И тогда я этого гостя схрупаю наверняка. Встал мальчик у печи, принялся дуть в огонь, а Кам пошел собирать сухие дрова. По пути он обернулся и сказал, убегать не вздумай, мои глаза-бусины тебя везде увидят, мои ноги ходули, тебя догонят, а руки грабли сцапают. И вот по всей буреломной поляне треск идет, с таким старанием Кам дрова там готовит. Из древесных груд лисины до коряги выворачивает. А мальчик спешит, думает, как побыстрее взять огня из печи. Отец просил жаркую головню, ну разве ее просто так руками ухватишь? Ни за что, никогда не в жизнь. И углей не взять. Для них, для раскаленных, нету мальчика никакой посудинки. А Кам, похоже, возвращается. А Кам, похоже, опять близко. И тут мальчик хлопнул себя по лбу, даже подпрыгнул. Что это я, недотепа, раздумываю? Огонь-то здесь непростой, негасимый. И значит, его унести можно на любой веточке. Лишь бы она не оказалась чересчур короткой, лишь бы пламя на ней не обожгло мне пальцы. И нашарил он под ногами веточку, запалил в печи, но только пустился в бег, А Кам, ужасный, рядом. А Кам громовым голосом окликает. Стой, стой! И тянутся к мальчику руки загребастые. И вот тут бы мальчику и погибель. Да нашарил мальчик в кармане заветную прабабушкину щетку. Швырнул он щетку за плечо. Вырос между мальчиком и Камом непроходимый часто кол. Еще пуще разозлился Кам, выхватил ручищами граблями весь жар из своей печи, запустил в сторону частокола, полыхнула преграда, на землю повалилась, от жары березники ельники пылать начали, быстрый огонь догоняет мальчика. А сердитый Кам это полымя перепрыгнул, рассыпался опять на колдовские части. Голова, горшок, глаза, бусины, брюхо, корзина, спина, корыто, ноги ходули. И все это бренчит, стучит, скачет, катится в погоню за мальчиком. Вот-вот и не будет ему выхода спасения. Вот-вот и окружат его, поймают, в лесной пожарище бросят. Да нащупал за пазухой мальчик белую скатерку, кинул он ее за собою на тропу и хлынула позади мальчика быстрая широкая река. Сунули стеклянные бусины к реке, мигом утонули, сунулся в воду горшок, только и булькнул, только пузыри от него пошли. Скатили с берега в реку корзина, корыто, грабли, ходули, их сильным потоком унесло в неведомую даль. А когда к реке примчался огонь, то, пускай он был и негасимым, но с быстрой рекой, с холодной водой, он справиться тоже не смог. Зашипел, угас, растаял на ветру черным дымом. И только на веточке у мальчика все полыхало и полыхало маленькое пламя. И мальчик прибежал с ним к отцу, прибежал к матери, к сестренке. И вот теперь в доброй домашней печи у них опять появилась всегда горячая каша. А в предночные сумерки для всех проходящих и заходящих путников горел, не угасал на тоненькой лучинке теплый, ласковый, очень приветливый свет. Вот и сказке конец. А кто слушал, молодец! Понравилось видео? Подписывайся на канал, ставь лайк, пиши комментарии, жми на колокольчик и заглядывай в описание под видео. До встречи в новых видео! ВОЛЬ ПОЛЬ Продолжение следует...